На год въезд в Россию целому ряду западных продуктов строго воспрещен. Вот так наша страна ответила на санкции Европы. Чтобы ситуация на российском продовольственном рынке оставалась под контролем, необходимо наладить систему мониторинга. Такое поручение дал премьер страны Дмитрий Медведев. О том, как будет работать эта система в Чувашии, говорили сегодня на совещании при главе республики. Теперь кормить страну придется без оглядки на западных импортеров. Для российских и в частности чувашских производителей, с одной стороны, это, конечно, серьезная ответственность. С другой, уникальный шанс заявить о себе на рынке. Впрочем, для российских потребителей ситуация может обернуться еще одной темной стороной. Исчезновением некоторых продуктов, повышением цены и спекуляциями. Чтобы предотвратить подобное на корню, нужна система мониторинга. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации прислало нам уже 40 наименований групп. Продовольственных товаров на эту продукцию, и сельскохозяйственную продукцию, и переработанную продукцию будут ежедневно все регионы Российской Федерации мониторить, что происходит. Главная наша задача – простимулировать дополнительно, с учетом всех принятых решений, на производство сельскохозяйственной продукции и продуктов. Переработки – это дополнительные стимулы для всех земледельцев, христиан, независимо от организационных правовых форм, для пищевых перерабатывающих предприятий, но и для всех тех, кто сегодня работает или ведет дело на потребительском рынке. В некоторых видах продовольствия в Чувашии производится значительно больше, чем съедают жители республики. К примеру, картофель и овощи. А вот с мясом не все так хорошо. Но вот у нас не исполняется это по производству мяса, процент обеспечен составляет 78,8%. Основную долю, конечно, мы не допроизводим это мясо крупнорогатого скота и мясо птицы 73% от рекомендуемый объем потребления. Производство не только мяса предстоит наращивать, благо ресурсы для этого имеются. Что касается входа наших продуктов в федеральные торговые сети, то опять же, благодаря санкциям наступило время федеральным гигантам пересмотреть свои отношения к местным товарам, отметил глава Чувашии. Каким-то товаром вы сядете, полки будут пустые, вы будете терять потребителей. Но я прошу, вот уже как человек, всех своих коллег, которые мы не первый год вместе с вами работали и работаем, и будем еще работать, забыть все это дело и заключайте взаимовыгодные договора без выкручивания рук. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.